Доброе утро, Ульяновск! Привет весь 73-й регион! Заглянем в календарь истории. 24 июня 1497-го Джон Кабот открыл Канаду. В 1795-й Екатерина II учредила Подольскую губернию Российской империи. В 1812-й армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812-го года. В 1916-й впервые сумма контракта с звездой Голливуда составила семизначное число. Возлюбленная Америки Мэри Пикфорд подписала контракт со студией Paramount. Пикчерс на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов США. В 1935-й в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога. В 1940-й впервые телекамеры были использованы для освещения политического события, съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США. В 1945-й парад победы на Красной площади парад принимал маршал Советского Союза Жуков, командовал парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамен к Мавзолею Ленина. Ну а каждый день, вне зависимости от дня недели, нашу студию украшает прекрасная цветочная композиция от партнера программы «Салоны цветы и штучки». Этим утром для вас работают Екатерина Терещенкова и Александр Злобин. Поехали! «Утро с репортером» — это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Саша, признавайся, вообще свойственен для тебя ночной перекус. Но ведь не просто так же свет придумали в холодильнике, значит, чтобы ночью тоже можно было открыть, увидеть. Или все-таки нет, ты за здоровый образ жизни, за правильное питание, вечером, ни в коем случае после шести, там, семи-восьми не ешь. Конечно, как и все. Я люблю умыкнуть что-нибудь сладенькое на кухне. Но перед сном я, как всегда, бегаю. Вот это здорово. Не ожидала я такого поворота событий. Но почему я говорила о ночных перекусах? Между тем, гастроэнтерологи пояснили, почему вредно наедаться на ночь. И стоит ли вообще отказываться от позднего ужина, особенно в пользу, например, пробежки. По мнению специалистов, одинаково вредно как пропускать вечерний прием пищи, так и наедаться на ночь. Если плотно поесть перед сном, то в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод, так называемый рефлюкс. Это, в свою очередь, ведет к ожогу пищевода, приводит к застойным явлениям в желудке, и там множатся бактерии. Помимо этого, нарушается процесс переваривания. Человек ощущает дискомфорт, плохо спит, а утром испытывает боли в животе. Неправильно также работает печень, что сказывается и на ее состоянии. Развивается жировой гепатоз. Это ожирение печени, причем не только у полных, но и с виду у людей худых. Работающие клетки печени при этом заменяются нефункциональной соединительной тканью. Но и совсем отказываться от еды перед сном очень вредно, считает гастроэнтеролог. Лучше всего устраивать легкий перекус прямо перед сном. Ну а мы предлагаем устроить легкую разминку после сна в эфире рубрика «ЗОЖ». Доброе утро, дорогие ульяновцы! Я президент городской федерации самбо и тренер спортивной школы Емберзумовского Влада Фартем. Проведу вам утреннюю зарядку. Встаем на колени и прогибаемся. Назмываем кошечку и выгибаемся. Еще раз. И выгибаемся. Очень хорошо укрепляется поясница. И опять же плечевой сустав. И выгибаемся. Не забываем и про приседания. Десять раз. Кому легко приседать, просто можно это делать с прыжками. Выпады на переднюю левую ногу и на правую ногу. Часто бывает, что у людей болят суставы кистей. Для этого очень хорошо помогает стоять в планке. Одновременно у нас работают и на статику кисти, и убирается жир желота. То есть мы его сгоняем до полной сушки. Вы это почувствуете. Кому так уже легко станут стоять, можно постоять на самих палах. А потом мы перебираем. Белочка на ладони. Белочка на ладони. Кому так легко стало, можно это делать с прыжками. А для юных самбистов, или тех, кто хочет быть самбистом, попробуем столкнуть пол. Дайки на движение. То же самое можно делать и у стены. Ну, а завершим все прессом. Ну, делаем стандартный пресс. Лежа тянемся как можно выше, чтобы полностью проработался. Пять-десять раз. У кого проблемы с боками, как у меня, закидываем ножку. И перебираем их, заставляем работать. Уходите бока в одну сторону и в другую сторону. Также пять-десять раз. Делаем. Кто-то называет ее раскладушка, кто-то называет книжечка. По возможности пять-десять раз сделали. Вы привели ноги и тянемся к носкам. Пять-десять раз. Сделали. Просто пытаемся достать нижней частью пресса, толкая к носкам. Всегда кончики пальцев тянутся все выше и выше, когда вы почувствуете пресс. Работаем еще бока. И заодно растягиваем немножко мышцы в груди. Протянули. И поехали. На боковые жирки разгоняем их. И то же самое делаем с другую сторону. Стягиваем руку, протягиваем мышцы в груди. Пять-десять раз. Когда это сделали, переходим на склепочку такую. Опять же, должны обязательно чувствовать боковой обрез. Если не чувствуем, значит что-то делаем не так. Тянемся и туловищем, и ногами. И в правую, и в левую сторону. А теперь давайте попробуем сделать велосипед. Правый локоть чанится к левой ноге, левая нога к правому. И все это делать ритмично. 10-15 раз. Ну, у кого силы еще останутся, можете поставить планки. А всем желаю хорошего настроения и бодрого дня с хорошей зарядкой. Здесь всегда будет удачно. Деньги на воду. Для нормализации водоснабжения в двух населенных пунктах Ульяновской области будет направлено около 7 миллионов рублей. Средства выделят из регионального резервного фонда. Речь о микрорайоне Совхозный, районного поселка Павловка. Здесь проживает около полутора тысяч человек. Водоснабжение микрорайона осуществляется от единственной водозаборной скважины. Вода поступает с перебоями. Летом при большом разборе на полив проблема усугубляется. Обследование показало, что скважина непригодна для использования. И для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходимо бурение нового водозабора. В селе Новая Никулино Целенинского района в текущем году вышла из строя скважина, построена в 1971-м. А в настоящее время водоснабжение села идет от второй скважины, находящейся также в аварийном состоянии. Для предотвращения чрезвычайной ситуации и бесперебойного водоснабжения села принято решение о выделении средств из резервного фонда правительства Ульяновской области на бурение новой скважины. О главном расскажем далее. В Санкт-Петербурге прошел 25-й международный экономический форум, на котором премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул необходимость полного экономического суверенитета. С этой целью сформирован оперативный штаб, работающий по взаимодействию с Федеральным собранием администрации президента при участии общественных организаций и экспертных групп. В план системных действий вошло более 300 мер поддержки экономики. Свои проекты на форуме представила и Ульяновская область. Команда нашего региона нашла инвестора, который возьмется за глубокую модернизацию гостиницы «Венец». При этом никакой продажи. Город сохранит комплекс в собственности. Инвестор получит арендные права и обязанность преобразить когда-то главную высотку Ульяновска. Инвестиции существенные. Естественно, надо, чтобы преобразился внешний вид здания. Но нужно изменить номер мой фонд. Конечно же, изменится функциональное назначение многих помещений. Без ремонта с 1970 года гостиница «Венец» – визитная карточка областного центра. За зданием бережно ухаживали и ухаживают сотрудники, но время берет свое. Морально устаревший дизайн, внутренняя отделка и фасад не привлекают туристов. Ванная, если честно, если была бы чуточку побольше, вполне бы подходила для съемок фильма «Пилан». Обзор одного из российских блогеров на гостиницу «Венец» позитивным пиаром назовешь вряд ли. Но и без предвзятых суждений сюда захотят заселиться, возможно, лишь те, кто тоскует по советскому прошлому. Морально устаревшая мебель, техника, уставшие стены, изношенные коммуникации. 52 года здесь не проводилось капитального ремонта. Но в 2022-м первый шаг сделан, найден инвестор. Одна из крупнейших компаний в России в сфере гостиничного бизнеса готова вложиться в ульяновскую достопримечательность, взяв под свое крыло объект на ближайшие пять лет. Объем инвестиций – 750 миллионов рублей. Арендатор проведет полную инвентаризацию имущественного комплекса для того, чтобы уже уточнить все виды работ, более конкретные виды работ. После этого будут подготовлены сметы, которые мы потом будем контролировать. Под контролем обещают держать всю деятельность арендатора. Проект обновленного отеля будут создавать под чутким наблюдением ульяновских экспертов. Здание гостиницы входит в ансамбль Ленинского мемориального комплекса. И щепетильное отношение к реконструкции, особенно фасада, важно для сохранения истории нашего города. Очень важно ставить объект на охрану и до начала реконструкции присваивать ему статус памятника. Это помогает определить рамки и заставить корпорацию, скажем так, работать на благо города. На плечах инвестора рестораны, бизнес-центр, фойе, зоны отдыха, входящие в комплекс венца. Их приведут в порядок за несколько лет. Работу гостиницы не остановят, сотрудники сохранят рабочие места. Сам объект по подсчетам ответственных будет приносить стабильные дополнительные доходы в бюджет более 20 миллионов рублей ежегодно. Шедевр советского модернизма сохранят современники, как наследие для будущих поколений. В субботу ульяновцев приглашают на День поля. На праздники проведут соревнования механизаторов по фигурному вождению трактора. Посмотреть необычные состязания ульяновцы смогут на праздники в честь окончания весеннего сева. Состоится он 25 июня с 9 утра до 16.00 на проспекте Дружба народов, неподалеку от остановки мечеть. Гостей праздника ждет экспозиция с итогами посевной от районов области, выставка современной техники и передовых достижений отрасли. Фермеры привезут на площадку сельскохозяйственных животных. Подготовлены развлекательные деловые программы праздника. Это и выступления творческих коллективов, контактный зоопарк, фотозона. Будет и выставка продажи фермерской продукции, конкурсы и розыгрыши призов. Запланировано и заседание штаба по подведению итогов посевной кампании и подписание инвестосоглашений о взаимном сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области. Димитрий Амурат представляет 10 юных спортсменов возраст от 9 до 13 лет. У нас в команде три золотых медали, одна серебряная и пять бронзовых наград. Возраст участников самый младший – 2013 год, самые старшие – 2006. Но наша команда представляла 2013 года рождения спортсменов 2010-2011. И самый у нас старший оказался 2009 года рождения. Состязания прошли в разделе «Фуллконтакт». В нем почти нет ограничений на физические контакты противников и на силу, с которой они наносятся. Разрешены практически любые удары руками и ногами. «Фуллконтакт – это такой контакт, в котором ты выходишь без футболок, и нужно наносить сильные удары». «Я провел два боя, я думаю, что я победила, из-за того, что я очень хотела кубок. Я ради него бежал сукок ног». Димитровградцы провели по 2-3 боя. Эльгиса занимается кикбоксингом 4 года. «Я провел два боя. Соперники были тяжелые, легенькие. Выиграл. Не знаю, как я выиграл». Кирилл Ишенин занимается в секции 5 лет. На этих соревнованиях судьи признали его победу досрочно. «В первом раунде я побеждал, во втором раунде тоже в первом раунде я закончил досрочно». По мнению тренера, такие состязания дают отличный опыт выездных соревнований, выступлений на чужом поле. Сразу после выступлений в Бугульме продолжились тренировки в Димитровграде. Потому что спортсмен не должен терять форму. Ведь впереди новый соревновательный год, который начнется в начале осени. Марина Антуганова, Анжелика Барвенок, Павел Космынин, Димград-24. «Картину дня» дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Поскольку земельные участки предоставляются в аренду без торгов, в целях реализации масштабного инновационного проекта, вносится предложение, что арендаторам не вправе передавать земельный участок в субаренду. С учетом появления в области особо значимых инвестпроектов, которые предусматривают право строить компаниям получать землю в аренду без проведения торгов, региональный парламент принял решение пресечь возможность махинации, при которых недобросовестный инвестор, нарисовав на бумаге красивый проект, на деле мог выгодно сдать полученный участок в субаренду и исчезнуть. И вместо нового парка жители получали под окнами торговый центр. Этим законом в случае его принятия будет дан четкий посыл уже тем арендаторам, которые заключили эти договора, что теперь передача в субаренду и, соответственно, приобретение в собственность при невыполнении своих обязательств это не только как минимум некорректно, но и незаконно. Кроме того, инвестор не сможет получить новый участок до того, как завершит проект. Это позволит гарантировать качество выполненной работы и задел на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Подавляющее число голосов за изменения, а значит порядка на Ульяновской земле, станет больше. Большинством голосов депутаты приняли и закон об исполнении бюджета Ульяновской области за 2021 год, отметив при этом, что резервы для роста еще есть и немалые. Если мы видим по бюджету рост в 10 миллиардов в сравнении с 2020 годом, ну, этот рост мог бы быть больше, если бы все имущество в Ульяновской области было оформлено. Вот сейчас новое министерство с новым руководством как раз и занимается этим вопросом. Это оформление земельных участков, оформление той недвижимости, которая на сегодняшний день недооформлена. Что касается самой структуры областного бюджета, есть изменения в лучшую сторону. На 2% увеличился налог на прибыль, акцизы уменьшились на 3%. А значит, структура начала выравниваться. Это, безусловно, положительный момент, поскольку для финансовой безопасности бюджета нужно стремиться к тому, чтобы первое место занимали поступления по налогу на прибыль, а затем уже НДФЛ и акцизы. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер, 73. Дети – наше будущее, дети – наше все. В этом году из городского бюджета выделено 90 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонт спортивных учреждений Ульяновска. Также 4 миллиона из этой суммы пойдут на обеспечение антитеррористической защиты объектов. На всех 9 запланированных объектах города уже ведутся работы. Самый масштабный ремонт проводится в спортивной школе имени Разумовского, где занимаются свыше 800 детей разного возраста. Ремонт начали с кровли, уже очистили и внутренние стены помещений от старой штукатурки. Далее в планах обновление фасада, замена всех душевых и санузлов, замена воздуховодов в вентиляции, а также системы электроснабжения и расширение зоны тренажерного зала. Что можно сказать про эту школу? Здесь большое количество секций, отделение открыто. И школа, как вы видите, находится в недовольтворительном состоянии. Поэтому в этом году было принято решение привести ее максимально в рабочее состояние. И вот пока наши дети отдыхают, занимаются спортом в лагерях на сборах, мы этим временем как раз занимаемся приведением объекта в нормативное состояние. Чего ждешь от ремонта? Ну, вопрос такой, наверное, риторический, понимаешь, что все будет хорошо. Ну, вот как ты себе представляешь? Ну, хорошо сделанный туалет. Самый классный. Хорошо сделанный душ, потому что мыться невозможно было. И хороший зал. Один из объектов ремонта – спортивная школа «Борец» в железнодорожном районе. В перспективе после завершения строительства жилого комплекса «Свобода» ожидается появление новых воспитанников. Нужно обеспечить возможность каждому из них беспрепятственно заниматься спортом в приемлемых условиях. На данный момент косметический ремонт выполнен в холле «Борца». Полностью реконструирован потолок, а также комната восстановления. Расчищен спортивный зал, где готовится замена пола. Спортивная школа у нас, как юридическое лицо, существует с 2004 года. И за этот период таких масштабных реконструкций не проводилось ни разу. Ремонтных работ таких. Это первый раз, когда заведены такие средства именно в городе Ульяновске в рамках городского бюджета. Вокруг физкультурно-оздоровительного центра «Орион» заменили ограждения. На территории появилась парковка на 60 машин и мест. А в целях обеспечения антитеррористической безопасности установили турникеты на каждом входе и 35 видеокамер, 9 снаружного и 23 внутреннего наблюдения. Все работы практически закончены. Осталась только установка камер слежения на новой парковке. Через две недели будем принимать в нашем городе Сиротийскую студенческую олимпиаду. Было большое внимание уделено как раз для внимания на благоустройство территории нашего физкультурно-оздоровительного центра. Александр Злобин, Бахтияр Салтанов, репортер 73. В отделении ОНФ Ульяновской области на улице Кузнецова, 20 продолжают принимать помощь для военных подразделений ЛДНР. Накануне общественники и неравнодушные ульяновцы собрали очередную крупную партию гуманитарки для солдат. В ближайшее время медикаменты, вещи первой необходимости, цифровые прототивные профессиональные радиостанции дальнего радиуса действия, современные квадрокоптеры, генераторы, а также около двух тонн продуктов отправятся на Донбасс. Тысячи девятиклассников в Ульяновской области получили высокие баллы по итогам сдачи ОГЭ. 30% учащихся на «хорошо» и «отлично» справились с обязательными математикой и русским. Кроме того, более тысячи учеников неплохо сдали общество знания. 316 – биологию, 213 – иностранный язык, 184 – химию. Историю на высокие баллы сдали 62 девятиклассника. Лучшими по результатам среди учебных заведений стали 28-я школа, лицеи при УЛГТУ, 33-я и 34-я гимназии, 101-й и 102-й губернаторские лицеи и Лаишевская средняя школа. С 20 июня на сайте Госуслуг доступна электронная форма заявления на поступление в Ульяновские вузы. Подать документы в УЛГТУ, УЛГУ, УЛГПУ, УИГА, Аграрный университет, региональный филиал РЕНХИКС можно по адресу Абитуриентам не нужно лично посещать приемные комиссии. Оригинальные документы нужно будет приносить только при зачислении в выбранный вуз. Сервис позволяет выбрать высшее учебное заведение с любой формой обучения, отслеживать информацию о поступлении, заключить договор на платное обучение в электронном виде, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени. На портале есть возможность подать документы в 5 вузов одновременно. Стремятся к победе и светлому будущему. Братья Белые с Донбасса считают, что оно уже наступило. Экзамены сданы, сейчас поступление в ведущий вуз региона на факультет мечты. С самого детства желание двойняшек Михаила и Якова стать тренерами. В родном Луганске им оставалось доучиться в спортивном колледже 3 месяца, но февральские события изменили все. И, возможно, к лучшему. Было мероприятие у нас недавно. Ну, а сильные стороны, что тут сильный вуз, развитый. Я вот спортсмен, боксер, мне очень этот спорт нравится. Но потом уже придет время, буду тренировать детей, стану тренером. Для достижения цели все возможности. В вузе мощная материально-техническая база. Современный спортзал со всем необходимым оборудованием. Библиотека, компьютерный зал. Ульяновский университет Михаилу и Якову предоставят общежития. Молодые люди планируют остаться в нашем городе и здесь строить дальнейшую жизнь. Им очень понравился город Ульяновск. И они вот планируют, даже после окончания вуза, оставаться здесь, устраивать свою семью, свою судьбу, продолжать деятельность в городе Ульяновск. Зачисляясь вынужденных переселенцев, российские вузы будут по особой квоте. Это значит, что университетам выделят дополнительные места для приема. В Ульяновске к абитуриентам из ЛДНР готовы. Мы будем еще принимать и готовы принимать ребят из Донбасса, из Луганска. Поэтому у нас достаточное количество бюджетных мест в этом году. Надеемся, и на следующий год будет. Поэтому, конечно, двери в культет открыты для ребят, и мы, конечно, возьмем над ними шерство. Двери ульяновских приемных комиссий открыты с 20 июня. В региональных вузах тысячи бюджетных мест, где успешные студенты смогут получать повышенную стипендию. 25 июля – последний день приема документов на бюджетную очную форму обучения. Каждый студент медицинского факультета знает, что до третьего курса нас называют крючками. То есть мы цепляемся, потому что до третьего курса вылететь из университета очень легко. Достаточно сложная учеба, очень интенсивная, очень большое количество предметов. В медицинский вуз Владимир Чепрасов пошел не по, а вопреки родительским советам. Папа когда-то открывал на базе детской областной больницы отделение эндоскопии, а мама практиковала анестезиологом-реаниматологом. Так что оба не понаслышке знали, что есть медицина и что есть другие профессиональные варианты, более легкие и прибыльные. Но сын самолично предпочел хирургию, причем детскую. Значит, мы с тобой будем делать разрез. На ртуком здесь будет порядка 6-7 миллиметров. Поставим туда камеру. Мы начинаем на телепатовые кольца требовать права. Это достаточно взрослая пациентка, которой можно и нужно объяснить план предстоящей операции. К тем, кто помладше, доктор Чепрасов применяет иные подходы, не отклоняясь от главного. Дети чувствуют добро, дети чувствуют искреннюю любовь. То есть если ты идешь на работу с любовью к детям, то они тебе ответят. Это личный настрой, а профессиональный вектор развития устремлен в сторону малоинвазивной помощи – эндохирургических операций с применением видеоэндоскопических технологий. Упрощая это вмешательство без разрезов, через крохотные проколы. У нас с 2019 года пошел такой массивный рост. Я не буду скромничать, предложил к этому руку. С коллегами, под руководством нашего заведующего Никону Олегу Алексеевичу, спасибо вам большое. Мы сейчас активно развиваем лапароскопические операции. Уже догнали однозначно какие-то ближайшие регионы по уровню. Думаю, что дальше будем идти только вперед. А сейчас Владимиру Дмитриевичу пора идти на очередную операцию. Кстати, за одну только смену он может выполнить 5-6 различных вмешательств – плановых, либо экстренных. В силу возраста ребенок не осознает рисков хирургического вмешательства. А вот родители понимают, волнуются, и для них минута, а то и часы ожидания чада из оперблока сродни испытанию. И настроение, ну, конечно, далеко не солнечное. И вся надежда на доброго доктора, который выйдет и непременно скажет, что все хорошо. И будет хорошо. Эмоциональные ресурсы доктор черпает в семье и земле. Увлекается садоводством. Но все равно колоссальное количество времени отдает медицине и саморазвитию в ней. Приходишь домой, и вместо того, чтобы смотреть передачу на YouTube, ты включаешь какую-нибудь видеооперацию. Чаще всего, конечно, так. Я не говорю, что я вообще только-только-только занимаюсь хирургией. Но, тем не менее, большую часть времени жизни занимает именно эта прекрасная женщина, которая зовут хирургия. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73. История длиною 80 лет. Леонтий Петрович Рубцов ушел на фронт в 1941-м, будучи лейтенантом милиции. Воевал в Ленинградской области. С 1942-го считался пропавшим без вести. Останки бойца нашли поисковики чудовского отряда имени Александра Ярастова лишь спустя 55 лет. Еще 25 понадобилось, чтобы отыскать родственников героя. В этот день мы имеем честь вручить вам медальон солдатский Леонтия Петровича. Тем самым еще раз почтить его память, память наших дедов, прадедов, которые также не вернулись с той войны. Леонтий Петрович погиб в боях в январе 1942-го года. Родственники героя ныне проживают в Ульяновске. Три поколения – внук, супруга и правнучка, и проправнук – получили личные вещи фронтовика, защищавшего свою родину в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся нашим дедам, прадедам, прадедам, помним, скорбим, также по всем погибшим войнам, которые защищали нашу страну. Будем помнить, хранить память всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 30 июня в Новоспасском на площади Макаренко 12А Открытие нового магазина «Скидкина». Специальное предложение – арбуз 39,90 за килограмм. Иди туда! Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Супер цены в «Светофоре». Свинина на кости охлажденная – 179,90 за килограмм. Масло сливочное крестьянское – 500 грамм – 128,70. Во всех магазинах «Светофор» у Яновска, Инзы, Брыша, Кузоватова, Чердоклот и Димитровграда. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель. Пропусти пешехода. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки – около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. По данным сайта Кисметео, 24 июня в Ульяновске – пасмурно. Температура воздуха по области ночью плюс 13-17, днем от 18 до 22 градусов. В городе температура воздуха ночью 14-16 выше нуля, днем плюс 19, плюс 21. Ветер северо-восточный – 7,9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Новость от аналитиков в России вырос спрос на романы, детективы и фантастику. Этот тренд зафиксировал ряд ведущих издательств и книжных ресурсов страны. А вот интерес к книгам на тему бизнеса и финансов снизился. Такую тенденцию зафиксировал всероссийский книжный рейтинг на первое полугодие 2022 года. Жители России предпочитают читать художественную литературу, мангу и комиксы. Последние две позиции касаются в основном молодых людей, которые сейчас все чаще выбирают бумажные книги, предпочитая их электронным. Предпочтения читателей в России в первом полугодии 2022 года отличаются от показателей прошлого года. Доля художественной литературы 58%, в топе 50 бестселлеров. И российские авторы поднялись в рейтинге на верхние позиции. Объем бумажных книг по сравнению с цифровыми увеличился на 19%. В рейтинг вошли данные за период с 16 декабря 2021 по 15 мая 2022 года. Рост интереса к художественной литературе, по мнению экспертов, с сезонностью связан лишь отчастично. В основном причина желания переключиться и отвлечься от реальности. В связи с этим объяснимо, что в приоритете у читателей не только детективы, но и поэтические сборники. Также они пытаются найти в книгах рекомендации, как выживать в переломные периоды истории. И обращают внимание на авторов, которые делятся пережитыми личным опытом. Очередной книжный обзор подготовил и наш коллега Дмитрий Сильнов. Ему слово. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск книги «Панорамы» и я, ее ведущий, Дмитрий Сильнов. Сегодня я хочу рассказать вам о книге, в которой, как нигде, показана красота простой русской природы, раскрыта ее глубина и особая философия. Среди русских писателей немало тех, кто воспевал неброскую прелесть лесов, полей, рек, озер. Но, пожалуй, наиболее выразительно это звучит в произведениях Сергея Тимофеевича Аксакова. И сегодня в моем обзоре его книга «Рассказы о природе». Аксаков Сергей Тимофеевич – русский писатель, публицист, театральный критик. Родился в 1791 году в Уфе. Первый литературный опыт приобрел во время учебы в Казанском университете. Прославился как автор семейных хроник и сказки «Аленький цветочек». Будучи страстным любителем охоты и рыбалки, Сергей Аксаков создал сборники очерков, записки об ужении рыбы и записки ружейного охотника Оренбургской губернии, ставших шедеврами литературы XIX века. Первым опытом Аксакова в описании родной природы стал очерк «Буран», опубликованный в 1833 году. Как отмечали критики, величие и сила, с которой была показана разбушевавшаяся снежная стихия, ставила произведение в один ряд с поэзией Александра Пушкина. Стоит начать читать, и перед глазами, словно на киноэкране, предстают картины всесокрушающей метели. Снеговая белая туча, огромная как небо, обтянула весь горизонт, и последний свет красной и прогорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь. Наступил «Буран» со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на Приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес. Все одел... Долгие прогулки по лесу вылились у Аксакова в написании записок ружейного охотника Оренбургской губернии. Помимо прочего, здесь нашли отражение наблюдений за повадками птиц и зверей. По словам писателя Николая Чернышевского, Аксаков буквально обессмертил животных своими рассказами. «Ни одна западная литература не может похвастаться чем-либо подобным», писал Чернышевский. Лично я прочитал книги Сергея Аксакова еще в детстве, но впечатления остались на всю жизнь. А современным детям и подросткам они просто необходимы. Почитайте, не пожалеете. Имя Сергея Аксакова носит Ульяновская областная библиотека для детей и юношества. Здесь вы всегда сможете найти как рассказы о природе, так и другие произведения великого русского писателя. Кстати, в этом году исполняется 230 лет со дня его рождения. Чем не повод посетить библиотеку? Как нехорошо на природе, но мы возвращаемся в город. Очередной выпуск подходит к концу, и если он вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Дмитрий Сельнов. До встречи в Книгу Панораме. Субтитры делал DimaTorzok Наше утро традиционно доброе, бодрое и, конечно, полезное. Предлагаю продолжать в том же духе. Ну, полезными советами от наших экспертов красоты. Рубрика «Стиль» далее в эфире. Здравствуйте, это рубрика «Стиль» и с вами ее ведущая Екатерина Лупан. И сегодня я хотела бы рассказать вам, как за 30 минут избавиться от отеков в области глаз. Я хочу показать вам, как с помощью тейпов избавиться от отеков. Для этого нам понадобится тейп шириной 2,5 сантиметра. Но если у вас есть тейп и шириной 5 сантиметров, он нам тоже подойдет. Первое, что мы должны с вами сделать, это отмерить расстояние от околушного лимфоузла до косточки орбиты глаза. Нам понадобится маленький отрезочек шириной 2,5 сантиметра. После этого мы должны нарезать вот такую осьминожку. Центральный хвостик изначально мы делаем чуть короче, чем остальные два крайних. После этого обязательно нужно закруглить концы на всех участках тейпа. Это нужно сделать и на широком участке, и на участке всех наших хвостиков. После этого, когда мы отмерили расстояние нашей осьминожки, мы будем сейчас наносить тейп. Но прежде нам нужно подготовить нашу кожу. Для этого нам потребуется тоник, либо мицеллярная вода. Кожа должна быть сухая и обезжиренная. Если у вас склонность к жирности кожи, то можно обработать кожу хлоргексидином. Итак, начинаем нашу аппликацию. Отрываем якорь тейпа и снимаем подложку с нижней части. Мы помним то, что наша аппликация должна начинаться около ушных лимфоузлов. Наносим якорь тейпа и немножко его проглаживаем. Сейчас нам нужно провести первый верхний хвостик. Обратите внимание, что тейп – это эластичная лента, и она достаточно далеко растягивается. На всех аппликациях для лица мы должны полностью снять подложку и снять все заводское натяжение. Сильное натяжение тейпа на лице недопустимо. Итак, мы разглаживаем верхний хвостик. Он у нас идет к верхней орбите глаза и заканчивается где-то на косточке верхнего века. Мы не должны зайти на мягкую зону нашего века, иначе мы можем вызвать раздражение. Наш первый хвостик готов, и мы продолжаем наносить аппликацию дальше. Второй наш хвостик. Вы помните, что он заведомо короче. Здесь мы будем вести его к нашему уголку глаза. Точно так же ни в коем случае мы не заходим на глаз и на подвижное веко. Натяжение снимаем, хвостик проглаживаем. Точно так же мы поступаем с третьим нашим хвостиком. Только его мы ведем на нижнюю орбиту нашего глаза. Точно так же не заходим на подвижное веко. Наша аппликация готова, и теперь мы должны активизировать клей разглаживающими движениями. Наша аппликация будет носиться на лице максимум 24 часа. Но я категорически советую начать носить такую аппликацию с двух часов. После того, как тейп отработает свое, мы снимаем скатывающими движениями, начиная с хвостиков. Такая аппликация за полчаса способна снять даже большой отек. Но нужно быть готовым к тому, что в течение нескольких часов может усилиться кровообращение в тейпируемом участке. И может остаться небольшое покраснение на зоне наших хвостиков. Я рекомендую использовать для лица только шелковые тейпы. Они более гипоаллергенные, они хорошо снимаются, хорошо носятся, и кожа отлично их воспринимает. С вами была рубрика «Стиль», ее ведущая Екатерина Лупан. Оставайтесь молодыми и красивыми как можно дольше. Доброе утро, и мы продолжаем. Продолжаем такой вот новостью. Студенты колледжей и техникумов Ульяновской области завоевали призовые места на первом всероссийском фестивале. Российская студенческая весна. Хотела сказать осень, но что-то я поторопилась. Пока еще весна. Ну что ж, друзья, сегодня участники, победители в нашей студии. Саша, представляй. С нами сегодня Аделя Голямова, студентка колледжа государственного и муниципальной службы. Диана Симонова, студентка Ульяновского колледжа городостроительства и права. И Владислав Харланов, студент Ульяновского авиационного колледжа межрегионального центра компетенций. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте. Во-первых, поздравляю вас с участием, с победой. Расскажите, кто в какой номинации участвовал, что такого интересного. Во-первых, где это происходило? Челябинск. Вот я вижу, написано на подсказке. Расскажите, где, что было, как проходило? Происходило это в городе Челябинск, как уже написано, на призовом гран-при, на статуэтке. Я участвовала в оригинальном жанре на колесе Сира. Выступила, как вы заметили, успешно. Вот. Ребята участвовали. Колесо Сира. Что это? Расскажите. Так, остановимся на вас. Это большой круг, больше человеческого роста. Он весит у меня 17,5 килограмм. Ну, обучаться на нем очень сложно, но я добилась успеха. Занималась более пяти лет на нем. Вот. Построила номер вместе с руководителем. И все. Вот здесь я. Потрясающе. Так. Были какие-то соперники, с которыми пришлось побороться за первое место? Почему именно вы? То есть что вот такого жанра больше, вернее, такого не было уже? На удивление, я очень удивилась, там еще два номера с колесом Сира было. Ага. Да. Это очень реквизит редкий, но у нас тут весне их было аж два. И я третья. Вот. Ну, соперники были очень достойные. Были сложные номера, очень сильные гимнасты там были. Ну, на мнение жюри, вот я выиграла. Отлично. Так. С чем выступали вы? Я участник региональной программы, основной нашей, потому что помимо индивидуальных номинаций, в которых девочки успешно принимали участие, у нас есть еще основная большая программа, в которой участвуют все. Те, кто и в индивидуальных номинациях в том числе. Конкретно в этой программе я актер, один из трех главных актеров. А что же вы привезли на этот конкурс? Мы привезли написанную специально для этого мероприятия программу. Мы написали социальную драму. Мы были единственными, наверное, из всех, потому что основная такая, скажем так, идея программ у наших, скажем так, коллег по сцене, это было больше похоже на концерт. Есть центральная фигура, которая говорит, привет, у нас тут весна, номер, сюжет, круто, мы делаем, показываем номер. У нас мы ушли больше в театр. У нас очень нейтрально все одеты, все в черном. И у нас социальная драма, мы называли ее по-разному, в итоге остановились на треквакру, потому что у нас все завязано на, скажем, таким образом, на треугольниках, квадратах и кругах. Я когда первый раз услышал, я вообще... Да, очень сложно. Если что, я ничего не понял, но когда мы все вникли в это глубже, в принципе, понятно. Или по-другому снимить очки. Смысл очень простой. Каждый из трех племен считает себя лучше всех, живет только тем, какие правила существуют внутри племени, не верит ничему другому. Ну а по итогу вся эта ситуация решается, все снимают очки, смотрят, какой мир на самом деле, и хватит жить стереотипами и какими-то правилами, которые свыше прилетают. Вот примерно такой смысл. Эту постановку еще увидят свет студенчества? Вы планируете, может быть, куда-то съездить с ней? Да, да. Нас пригласили уже выступать 25 августа где-то на какой-то сцене здесь. Я точно уже не помню, там информация меняется. И, наверное, где-нибудь еще мы обязательно это покажем. Я думаю, от нас уже сейчас не отстанут. Ну, тема такая интересная. Тема, да. Ну, спасибо нашим организаторам. Программа была написана четырьмя, если я не ошибаюсь, сейчас сценаристами за такое продолжительное время. Ну, и плюс программу мы меняли в процессе. То есть мы ее ставили, где-то дорабатывали, где-то что-то добавляли. А сама программа разрабатывалась у нас... Мы все приехали в Димитровград, в лагерь «Юность». У нас там была семидневная смена. Семидневная смена, где было 15 секунд подышать и работать. Все. У нас не было практически там... Ну, и сом, естественно. Мы работали, обед, репетиция, ужин, репетиция. Возможно, были какие-то дискотеки. Да, организаторы старались несколько вложить такую смену в это. Все равно это же смена образовательная. Но основная цель была сделать, поставить Триквакру и еще одну постановку «Лифт» юмористическую, которая у нас выступила во Дворце молодежи. Она не поехала в Черябинск, потому что решили, что поедет более масштабно что-то. Но масштабно вас было всего трое на сцене или... Вообще в Триквакру участвует... Все делегации. 40 человек. 41 человек. То есть вы три основные фигуры. Да. Ну, да, мы ведем сюжет. Мы именно те персонажи, которые ломают эту стену. То есть наши персонажи, они смотрят, каким мир может быть действительно, ну и агитируют. Получается, что вот эти ваши диалоги или когда-то монологи, они подводки к номерам участников, но при этом параллельно развивается какая-то твоя история и драма. Да. У нас есть действительно некоторые творческие номера, которые как подводка и выглядят. Вернее, к ним подводка есть, сценическая. А есть финальное, скажем так, сражение всех племен, в которых у нас участвуют сразу творческие и брейкданс, и круг. И что-то еще, по-моему, там. Конкретно наши персонажи в этом не участвуют. Мы эти баталии пропускаем, потому что мы там сами путешествуем. Но туда очень много было, все, что практически у нас было, мы старались это уместить. Ну, масштабно, масштабно. Выглядело очень здорово. Я все репетиции смотрю только со сцены, а когда мы выступили, мы посмотрели на это с трансляцией, это прям здорово. Ну и свет, конечно, нам очень многое делает в лучшую сторону. Здорово. Что у вас? С чем выступали вы? Ой, у меня было пять направлений. Это направление мода, арт, оригинальное направление, оригинальный жанр и что-то еще. Я уже не помню, если честно. Мода, что это? Это нужно было представить свою коллекцию? Представить свою коллекцию нужно было. У нас было две коллекции, одна из которых была частично моей. И название Симберцит. Она связана с народами Поволжья. Ух ты. Вот. И там было очень много красивых коллекций на самом деле. Все просто очень красивые, очень прекрасные и очень доброжелательные люди на самом деле. Даже за кулисами, за сценой помогали друг другу переодеться и переодеть моделей. Здорово. Ну, наших ребят всего поехало 40. Сколько всего было участников? Ну, успели ли с кем-то пообщаться, познакомиться? Насколько вот полезна такая была поездка? Ну, понятно, что полезно. С другими смыслами регионами? Конечно, у нас вообще... Вообще, студвесна — это такое мероприятие, где вот забывается все. Забываются все какие-то проблемы, все, что у тебя было до этого. Ты приезжаешь, и каждый из... Даже из простых жителей Челябинска, кстати, спасибо большое. Челябинск, очень классный, теплый прием. Все вот на какой-то такой волне. Нету ничего вообще. Вот как будто не было до этого жизни. С всякими там серостями. Очень здорово. И общались постоянно. Потому что мы могли путешествовать такой змейкой из нескольких делегаций, например, в театр на открытие или куда-нибудь к автобусам для того, чтобы нас отвезли тоже на открытие в стадион трактора. Мы, конечно, все общались. Обменивались, по-моему, браслетами даже наши. У нас были свои браслеты там у ребят из других регионов. Тоже какие-то были там всякие штучки. Интересно. Но это ведь первая студвесна для ваших учебных заведений. Насколько почувствовали, что многое пропустили до этого? И каково это быть первым для техникумов колледжей, которые будут идти за вами? Да, говорить, а вот наши в прошлом году дотянули или наоборот. Очень волнительно, потому что весь опыт, который мы приобрели в Челябинске, мы должны передать другим людям, которые поедут в следующий год. И сказать какие-то нюансы или наоборот, как это круто стать участником такого мероприятия. Да, потому что сейчас, когда к нам приезжали студенты, они говорили, вот есть номера, которые мы делаем специально только под студвесну, потому что они уже знают, что здесь будет смотрибельно именно это направление. Вот так показать. Здесь то же самое. То есть вы тоже уже поняли, что какие-то в следующий раз какие-то свои номера нужно будет адаптировать именно под студвесну. Или можно создать номер, прокатать его по региону, обкатать, и там он тоже воспримется на ура. Или все-таки есть вот какая-то вот его обкатка определенная? Ну, конечно, в нашей программе, вообще в нашем, скажем так, пакете талантов присутствовали номера, которые действительно проходили обкатку. Но все равно обкатанный номер в регионе, он требует какой-то вот... Все равно нужно что-то туда чуть-чуть вдохнуть, чтобы он был именно под студвесну. А так, конечно, что-то... Ну, вот я говорю, программа была написана специально, а какие-то номера у нас... Вот кто-то пять лет и готовится, а потом прекрасно с этим выступает. Обкатанный во всех смыслах. Ну, у каждого жюри свое мировоззрение, свое субъективное мнение по каждому номеру. И поэтому, не знаю, ну, невозможно, мне кажется, подготовиться именно прям под студвесну. Потому что каждый раз, наверное, жюри будут меняться, мнения будут меняться, все, выбор будет. А жюри кто судил в этом году, так сказать? Кто проводил отбор? По фамилии так всех не назовем. По фамилии, а может быть, именно регион все из Челябинска были? Нет, нет. Были участники высшей лиги КВН. Из жюри конкретно региональной программы я только Елену Гущину знаю. А из жюри вокала у нас там был и Вахтанг, и восьмикратный чемпион мира по битбоксу, и Вячеслав Макаров, КВН Камазяки. То есть таких людей с экрана было очень много. И была прекрасная возможность сфотографироваться. И мы ее не теряли, несмотря на то, что не было времени. Мы бегали по всему городу. Я. Здорово. Но это экскурсии по всему городу? Нет, мы бегали на различные мероприятия. То есть помимо этого есть мастер-классы? Мастер-классы, да. Расскажите об этом. То есть это не только смотр талантов, но это еще и образовательный какой-то такой момент есть? Или как это? Да, конечно, в каждом направлении был свой мастер-класс. Он всегда проходил часов в шесть и до двух часов. Ну, два часа он проходил. И люди, которые не участвуют в каких-то направлениях, они могли пойти спокойно на мастер-класс. Также у нас были вечерние программы. К нам приезжала Клава Кока, потом Ваня Дмитриенко, Элван, много кто. Тоже и звезд. И тоже перед нами выступали, и мы отдыхали хотя бы в этот момент. Здорово. Но сессии-то закрыты? Вы поехали с закрытыми сессиями? Нет, сессии сейчас проходят. У меня вот диплом. Через четыре дня вообще защищать. Еще впереди. Еще адаптация проходит до сих пор, честно говоря. Да. Ну, я думаю, силы найдем. Но все-таки мы в таком ритме живем все. Я думаю, все активисты согласятся со мной. Но педагоги во всех учебных заведениях к активистам все-таки с пониманием? Или говорят, нет, учеба, хватит, там, моду свою выдумала, да, вот давай-ка прекращать. Есть разные преподаватели. Кто к этому нейтрально относится, кто этому даже очень рад, а кто, ну, как-то отрицательно, потому что время отнимают от учебы, это занятие, и как-то не очень относится. Но это ведь самая настоящая студенческая жизнь. Вот в этих студвеснах, в этих выступлениях, в этих общениях, вот она и есть студенческая жизнь. Это ведь не только жизнь от сессии до сессии. Не только забрежь. Конечно, да. Ну, конечно, я, вообще, я лично, я не представляю, как можно просто постоянно только посещать класс с партами. Ну, я, высыхает все, прям невозможно, нужно что-то делать. Невозможно жить без сцены. И так интереснее. У вас дипломы дальше, то есть для вас это первое и последнее было студвесное? Ну, дальше уже, я имею в виду... Высшее, да, высшее учебное заведение. Ну, не для всех. У меня нет. Я, может быть, еще мне повезет участвовать. Здорово. То есть участвовать, естественно, можно неоднократно. То есть такого ограничения нет, если бы участвовал в прошлом году. Да. Здорово. Спасибо вам огромное, что успехов на экзаменах. Спасибо за интересную беседу. Спасибо за то, что прославили наш регион в том числе. Очень приятно. Будем вас ждать еще в наших утренних студиях с огромным удовольствием. Спасибо. Мы будем стараться дальше. Спасибо. А с нами сегодня были Аделя Галямова, студентка колледжа государственного и муниципальной службы, Диана Симанова, студентка Ульяновского колледжа городостроительства и права и Владислав Харланов, студент Ульяновского авиационного колледжа межрегионального центра компетенций. Ну, а мы двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин